всем доброго времени суток особенно подписчикам сегодня на обзоре у нас воблеры с сайта aliexpress от компании облю это копий на мегабас каната плюс 1 как всегда рассмотрим качество изготовления внутреннее устройство игру под водой рассмотрим качество поближе начнем с прозрачной расцветки чтобы оценить внутреннее устройство сверху у нас на спине ничего нет белая спина красная голова остальное все тело прозрачное вот таким образом переливается вот так у нас выглядит лопата и с этой стороны расцветка не отличается снизу у нас логотип блюкс петли не пролиты но видно что все петли в отдельных камерах приманки я проверю воду они не пьют за это можете не переживать по фурнитуре довольно крупные крючки морской серии очень острые думаю это будет видно здесь мощная проволока колечки правильной формы из плоской проволоки по внутреннему устройству по устройству облер полностью повторяет оригинальную модель имеет стационарные шары огрузки и систему дальнего заброса в виде перекатывающих шаров то есть момент заброса нас перекатывается заднюю часть облер далеко летит во время проводки перекатываться в переднюю никаких магнитов здесь нет шары удерживаться счет формы канал соответственно ложных срабатываний не будет вот ведь по вертикально только вложение они у нас перекатываются заднюю часть по шуму он имеет такой низкочастотный звук по телу приманки у нас хаотично ничего не катается поэтому такой низкочастотный звук создают шары огрузки шары огрузки шары огрузки плотата шары огрузки шары огрузки шары огрузки шары шары Ray рассмотрим следующая окраску черная спина вот такие бака такая кстати окраска есть в оригинале ну и как обычно на сайте раскрасок больше я заказал 3 а вы посмотрите выберите окраски также повторяют оригинальные модели окраски оригинальной модели здесь у нас также логотип блюк серебристое брюхо в этой окраске все та же самая петля мы увидели они в отдельных камерах все тоже самое по фурнитуре острые мощные крючки колечки те же самые все тоже системы дальнего заброса все то же самое по звуку оценивайте окраску следующую окраску рассмотрим черная спина вот такие натуральные бака это раскраска также в оригинале есть кстати вот в этих последних двух окрасках при ярком освещении видно внутреннее устройство то есть при обычном свете там в комнате там или в пасмурную погоду они выглядят просто глянцевыми но при ярком освещении вот видите как перемещаются шарой если б я это знал можно было бы прозрачными не заказывать заказывал прозрачную чтобы показать внутреннее устройство а при обычном освещении выглядит просто как обычная покраска то есть облер не прозрачный здесь у нас серебристое брюхо логотип блюкс те же самые крючки то же самое с петлями все в отдельных камерах та же система дальнего заброса которую вы видите и та же самая нагрузка оценивайте покраску это наверное слишком яркое освещение не так вам хорошо видно но если видно нижняя часть более такая желтизной верхняя более натуральная с таким зелеными потеками ну на фотках отзыв посмотрите как приманка выглядит при неярком освещении там видно это хорошо я думаю проверим вес и размер приманок заявлено у нас 160 миллиметров и 33 грамма размер самой в ованке порядка 160 так и есть и с лопатой около 180 чтобы понимали какая коробка понадобится под такие приманки попробуем установить так чтобы крючок не касался стола 33 ровно 33 1 также 33 ровно и теперь посмотрим как они ведут себя под водой а и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok